Реванш года, Исмаилов-Минеев 2, чего нам ждать от данного противостояния, а также прогнозы от топовых бойцов ММА. Все это прямо сейчас. Какая из этого противостояния, что думаешь по поводу реванша, который состоится завтра? Реванш, думаю, ну я и думаю, что крайний бой ты тоже выиграл, ну это мое мнение, крайний бой, что ты выиграл. У тебя есть права. Это не то, что ты сейчас рядом стоишь, я болею за тебя. Нет, ты парень жесткий, а не думай, что ты его нахуй. Меняешь очень хороший, очень хороший, но ты лучше. Так что если ты на том же пике, как в последние бои, 100% победа за тобой. Тики оп. Вадим Немков, действующий чемпион Белакера в полутяжелом весе, считает, что в данном бою победу одержит Владимир Минеев. По его мнению, Владимир Минеев намного лучше дышит в бою, чем Магомед Исмаилов, и у него отличная защита от борьбы. А Мага хоть и борется хорошо, но при этом делает очень много лишних движений, за счет чего быстро изматывается. Но также Немков добавил, что если Мага будет экономнее работать в партере, то он может забрать бою. Так что у нас тут такой двоякий прогноз. Чего не сказать о прогнозе Камила Гаджива, который считает, что Минеев нокаутирует соперника в четвертом раунде. Мне кажется, что все-таки выиграет Минеев скорее нокаутом в четвертом раунде, когда Мага устанет. Я понимаю, что Мага готовится, что он функционально будет заряжен, но я думаю, что к концу четвертого раунда ему физически уже будет очень тяжело. Далее у нас небезызвестный Александр Шлеменко, который считает, что победу заберет Магомед Исмаилов решением судей. Шлеменко всячески нахваливал именно Владимира Минеева и по его словам сделал бы его фаворитом в данном бою, если бы не один важный фактор. По мнению Александра, исход этого поединка может решить именно доминация в борьбе, которую и оценят судьи по истечению всех пяти раундов. Именно поэтому Александр Шлеменко ставит на Магомеда Исмаилова. Далее у нас Иван Штырков, который считает, что победу одержит Магомед Исмаилов во второй половине боя. Думаю, что победит Мага, больше склоняюсь к тому, что бой пройдет всю дистанцию, но есть чувство, что он может закончиться досрочно во второй половине. Я думаю, будет технический нокаут в партере. Что-то в таком стиле. Мага навяжет борьбу, потому что понимает, что борьба у него лучше, чем у Вовы. И тот в прошлом бою не очень хорошо от нее защищался, пока у Маги были силы. Считаю, что Мага победит в третьем или четвертом раунде. Такие вот прогнозы, дамы и господа. Кстати, ваши прогнозы я обязательно жду у себя в комментариях под этим видео. А теперь прогноз от меня. Все мы видели, как в первом бою первые 7-8 минут Магомед Исмаилов разносил Минеевой и из раза в раз переводил его в партер, доминируя там. Но на экваторе второго раунда бензобак Маги резко просел. И Владимир Минеев с каждой секундой становился все успешнее в стойке, а Маги все труднее было перевести Минеева в партер. И в этом бою я предполагаю, что будет то же самое. Магомед Исмаилов будет выигрывать и доминировать в бою до тех пор, пока у него не закончится бензобак. Поэтому самый главный вопрос в данном бою это когда закончится бензобак у Магомеда Исмаилова. Если это произойдет так же, как и в прошлом бою в середине второго раунда, то ничем хорошим для Магомеда это точно не закончится. Но если Мага дотянет до конца третьего раунда, то по очкам у него уже будет большое преимущество. И он сможет выиграть, даже проиграв четвертый и пятый раунд. Помимо усталости, что накапливается с каждым раундом, спортсмены так же все больше вспотевают и становятся скользкими, из-за чего перевести в партер становится все сложнее. А Минеев отлично продолжает работать в стойке, разбивая оппонента и руками и ногами. На нокаут в стойке я думаю рассчитывать не стоит ни с чьей стороны, а вот оформить нокаут в партере в первых раундах у Исмаилова есть шансы. Все таки я считаю, что Магомед Исмаилов работал в первую очередь над своей физухой и сможет забрать первые три раунда. Благодаря чему одержит победу по очкам, либо оформит нокаут в партере в первых раундах. Но если по ходу боя вы увидите, что Мага устал во втором или третьем раунде, то скорее всего бой он отдаст. Такие вот дела дамы и господа, жду ваших прогнозов в комментариях, ну и конечно же лайк с подпиской. До встречи!